Это прям очень приятные эмоции, очень лестные. И только наши артисты делали выбор и принимали решение, кто же станет победителем. Много послала эскизов, а ты их все отбраковала. Я отдала свое предпочтение Клаве Коке. Мне нравятся ее такие очень динамичные, очень яркие образы. Друзья, как и обещала, прямо сейчас в студии будет очень красиво и очень стильно, ведь я здесь не одна. У нас в гостях главный звездный стилист телеканала РУ-ТВ, имиджмейкер и наставник Эльвира Янковская, а также победители конкурса дизайнеров, девчонки, чьи работы стали лучшими. И между прочим, именно в эскизах девчонок кто-то из звезд российского шоу-бизнеса отправится по ковровой дорожке, 22-го мая во дворце Ирины Винер на наши премии. А в нарядах-то, чьи, ваших. Девочки, всем привет! Всем привет! Эльвира, давай начнем с тебя. Так как все-таки ты у нас главный заведующий по конкурсу, ты выбирала всех девчонок. Рассказывай, насколько сложно это было. Ну, на самом деле было сложно, потому что у нас поступило более 50 заявок, и очень много было талантливых, действительно, креативных дизайнеров. Я очень горжусь, что в нашей стране столько талантов. Это правда. И, конечно, было сложно определиться, но были кто-то все-таки вырвался вперед. Лидеры. Кто-то был сильнее, оказались лидеры. Те, кто чуть больше и сильнее прочувствовали тренды, прочувствовали тот самый дресс-код, и более ярко проявились. Это правда. Но дресс-код был сложный. Белый цвет. Премия вся в белом цвете. Ты, кстати, сегодня тоже очень даже под расходу премии. Я готовлюсь, готовлюсь. Начинаем готовиться. Действительно так. Кто-то проявил себя больше, кто-то меньше. Мы с тобой, кстати, на прямых эфирах разбирали эскизы и примеряли образы на кого-то из артистов. Помнишь? По нашей версии. По нашей версии. Вот, например, в этом мог бы один артист пойти, а в этом другой. Я предлагаю потихонечку начать с девчонками знакомиться. Давайте я вам их представлю. Ну так, Евгения Арон. Это я. Женя, победитель конкурса дизайнеров РУ-ТВ. Далее у нас красавица Лана Пушкина. Ланочка, здравствуйте. И Анечка Абрамова. Также есть четвертый финалист и победитель. Девушка, к сожалению, не смогла присоединиться к нам сегодня. Ее зовут Саша Халатова. Саша, привет тебе огромный. Спасибо, что ты с нами. И мы тебя тоже поздравляем. Давайте начнем с Ланы. Лана, расскажи, пожалуйста, какие у тебя были эмоции, когда ты узнала, что ты вошла в число финалистов? В четверку. Это прям очень приятные эмоции. Очень лестные, потому что я понимаю, что желающих много. Это очень хорошая возможность. То есть то, что выбрали, оценили, прям очень приятно. А сколько лет ты дизайнер вообще? Больше 20. Больше 20 лет. Смазать. Это срок. Это уже много. Так, девчонки, а вы сколько лет? Я около 15 лет уже. Ольга, около 15 лет. Да, прям ранненько начала. 18 лет я уже работала, так сказать, по профессии. Женя, ты сразу выбрала свою профессию? Поняла, что вот все дизайнер? Мне кажется, как все я помню, я была прям в предвкушении закончить школу раньше всех и уйти в дизайнеры. Я единственное, что не знала, что надо шить, уметь и конструировать. Ну, это потом мне объяснили, рассказали, и все нормально. Ну, по Жене, Арон, видно, что ты дизайнер, такая модная, стильная. Есть еще более скромная девушка, Анна Абрамовна. Анна Абрамова, ты, наверное, поменьше лет, да, все-таки? Поменьше лет. Я вообще по образованию дизайнер интерьера. Ой, класс, я люблю ремонт, это все нормально. Да, потом я закончила множество курсов по стилистике, закончила МГУ и множество других курсов. Слетала в Париж, отучилась, отработала и решила все-таки все свои знания соединить воедино и открыть собственный бренд. И этим я уже занимаюсь около двух лет. Двух лет? Ну, это мало, кстати, для бизнеса. Это молодой бизнес пока. У нас и конкурс-то был тоже немножко заявлен для молодых дизайнеров. А мы тут что делаем? Подождите, девчонки. Не только молодых, но и проявленных. Те, кто готов был о себе заявить, те, кто хочет создавать красоту и нести ее в социум. Победили лучшие, и это не просто так. Наши зрители сегодня тоже в этом убедятся. Вы увидите эскизы наших дорогих дизайнеров, победителей. И мы даже раскроем тайну, кто же пойдет из наших русских звезд в этих нарядах по ковровой дорожке. Ничего, девчонки, хочется спросить, как вы узнали про этот конкурс? Женя, Арон, расскажи, пожалуйста. Я у Эльчки увидела в сториз. Ну, естественно, думаю, я вообще участвую во всем, где можно, где нельзя. Ты всегда говоришь «да». Ну, и я спросила у Эли, мы знакомы, работаем иногда вместе. Я спросила у нее, как я могу вообще поучаствовать, почему нет. Ну, как бы любой может участвовать, я подала заявку. Эльвир, ты делала скидку для знакомых? Нет. Вот хотела вопрос, кстати. Абсолютно. Я сразу сказала, говорю, конечно, ты можешь участвовать, участвовать могут все. Я в своем блоге это транслировала и призывала огромное количество дизайнеров, с которыми я общаюсь, с кем-то дружу, с кем-то работаю, неважно, всех поучаствовать и проявиться. Но я сразу всем сказала, что это не имеет никакого значения наше знакомство, дружба, работа. Все будет абсолютно честно, и рассматриваться все заявки будут согласны нашим требованиям. Хорошо. А ты кому-то отказала из своих знакомых? Они обиделись? Нет. Все профессиональное? Да, все профессиональное. Личное, профессиональное – это отдельно. Класс. А была ли какая-то фаворитка у тебя из девчонок, вот кого ты сразу увидела и поняла, что все – это финалист? Ну, скорее, да. Да? Кто это? И если быть абсолютно честной, отвечая на твой предыдущий вопрос, это была точно не Женя. Почему? Как же вы же знакомы? Я очень, да, я, как это сказать, по связям не решить со мной вопрос. Я объективно, я смотрела на эскиз, на идею, на отрисовку невероятно крутую. Как раз одна из победительниц здесь у нас и присутствует. Не могу пока сказать, для какого. Анна или Лана? Это, по-моему, сейчас я вспомню секундочку, потому что Лана. Лана, да. Лана, да. Мне сразу очень впечатлило, я просто сразу прочувствовала, не подглядываясь. Не подглядываем, там написаны артисты. Так, девчонки, мы интригу тянем. Да, и мне очень понравилась идея, и я почему-то сразу увидела, на ком этот образ был бы просто шикарен. И я безумно счастлива тем, что я все-таки профессионал и смогла предвидеть эту ситуацию. И на ком я представляла, этот артист и выбрал. Да? Представляешь? Ой, у меня мурашки, девчонки. Я прям писала, я даже вот с командой в переписке говорю, блин, я точно знаю, на ком этот наряд будет просто шикарен. И когда мне прислали отбор, я реально была в шоке, думаю, боже, это так круто. Влюбилась сразу, я знаю, что артистка тоже влюбилась. Не терпится увидеть эскизы и узнать, кто же пройдет по ковровой дорожке 22 мая во дворце Ирины Виннер в нарядах наших талантливых, красивых дизайнеров. Статус в сети. Нару ТВ. Итак, друзья, прямой эфир программы Статус в сети продолжается. Здесь мы выясняем, как проходил конкурс российских дизайнеров. Эль, ну расскажи, как это было. Вот механизм, этапы. 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 У нас было несколько этапов. Сначала у нас был сбор заявок. Далее мы эти заявки все прорабатывали, отбирали, отобрали финалистов. И уже далее мы этих финалистов отправляли нашим артистам. И только наши артисты делали выбор и принимали решение, кто же станет победителем. То есть они могли по-хорошему отказаться? Могли, конечно. Возможно, ну, мне бы, конечно, хотелось сказать, невозможно. Все же я какой-то отбор сделала. Да. Вот. И, соответственно, я была уверена, что у нас будут победители. Потому что там были достойные работы, очень креативные, красивые образы. И я просто держала пальчики, чтобы были победить. Хорошо. Давай узнаем у девчонок, кого бы они хотели одеть. Ну, вот мечта. Жень, кого бы ты хотела одеть? Я, на самом деле, можно же говорить, что я много послала эскизов, а ты их все отбраковала? Ну, я сразу. Одним. Файлом? Одним файлом, да. Мне остали только один. Госпожа Эльвира. Я хотела бы и Аню Асти, и Юлиану Караулову, и Клаву Коку. Там было несколько. Ты называешь девушек, у которых абсолютно разные стили. Да, но я работаю с разными стилями. Мы напомним, что твой эскиз попозже. Увидим его. Так, а вы, девчонки, Лана, Анна? Ну, я вообще тоже послала несколько эскизов. Ну, конкретно, который понравился Эльвире, я рисовала для Зиверт. Мне очень нравится ее стиль. Вот такой креатив. Она, ну, оригинальный артист. То есть она резко отличается от всего остального, что есть. Хорошо. Да, у меня тоже было несколько эскизов. Я отдала свое предпочтение Клаве Коке. Мне нравится ее такой очень динамичный, очень яркий образ. Ханна. Да, конечно, Ханна. Вот, по-моему, у меня было только два претендента. Варианта, да? Да, но, конечно же, я бы поработала с любым артистом, потому что это все-таки такое мероприятие, на которое нужно быть звездой. Это правда. И артисты будут звездами в ваших эскизах, потому что они просто потрясающие. Давайте нашим зрителям напомним и покажем ваши эскизы. Я предлагаю на них и посмотреть. Давайте с Женей Арон начнем. Покажем твой эскиз прямо сейчас в прямом эфире. Давайте. И он появится в наших зрителей. Очень элегантное платье. Очень нежное. Расскажи, как долго ты рисовала этот эскиз и как давно он лежал у тебя в столе? Я знаю, такое тоже бывает. Бывает, но я специально рисовала пот. Я никогда не рисую очень долго. Я люблю сонастроиться, для кого я это делаю. И, соответственно, рисую. Это очень быстро происходит. Хорошо. То есть это быстрые зарисовки, быстрые идеи. А ты вообще знаешь, как ты это будешь осуществлять? Конечно. Я же и конструктор по образованию, и технолог. Я точно понимаю, как это все будет сшиваться, из чего будет создано. В процессе меняется что-то иногда, потому что ты с артистом работаешь или с клиентом любым. Ты понимаешь, что ему эта ткань уже не очень подойдет. То есть это такой образ, к чему мы стремимся, но потом может что-то меняться. Но в любом случае чаще всего остается так же. Так, давайте Ланы Пушкины эскизы посмотрим. Как ты вообще работала над ними? Расскажи, кто тебя вдохновлял? По темам. Все задания, что были, я изучила подробно, что хотят видеть на дорожке. И, соответственно, по ним рисовала. Вот этот образ. Он такой немножечко с капюшоном, с большими плечами. Все как модно. Помнишь, мы в этот образ тоже с тобой влюбились? Нам он понравился. И сейчас следующий образ. Это тоже ваш, да, Лана? Да, тоже мой. А вот его почему-то не выбрали, хотя мне очень нравится. Эльвир, пойдем мы с тобой. Потому что асимметричная юбка, Эльвире не нравится. Все, хорошо. Так, давайте покажем работу Анны. Вы тоже хорошо изучили меня. Очень приятно. Анечка, давай посмотрим на твои работы, расскажи, как ты их создавала. Ну, я, конечно же, тоже отталкивалась от требований, да, которые были заявлены. Но я все-таки предпочитаю в стиле и в стилистике некий минимализм, который можно уже увести в разные интерпретации. И выбрала вот такие эскизы. Они тоже, на самом деле, родились. Но я не могу сказать, что я неделю сидела и над этим рисовала. Все-таки это так переспал с этой мыслью и потом с утра нарисовал. Каким-то таким образом это случилось. Красивый творческий процесс. Творческий процесс однозначно. Это, кстати, по-моему, в тренде, да, Эльвир? Гиппю, стразы. Но если обычно сложная какая-то фактура, то сам силуэт должен быть чуть-чуть попроще сдержанный. Потому что если ты все это наслаиваешь, то уже это получается... Да, да, да. Акцент именно на ткани. А тут акцент на ткани. Эль, скажи честно, а не хотела сама принять участие в этом конкурсе? Может, нарисовать что-нибудь? Ну, честно говоря, я уже об этом думала, что на следующий год, если вдруг мы решим все-таки делать еще раз такой конкурс, то я, наверное, тоже уже поучаствую. Да я тоже поучаствую. Я дома уже тоже пыталась что-то рисовать. Но надо сначала вопрос, кто будет у нас с тобой отбирать финал. Мы попросим наших зрителей, артистов. Мы попросим. Мы найдем людей. Аудиторию, аудиторию. Девчонки, прежде чем мы объявим, кто придет в ваших нарядах на русскую музыкальную премию телеканала РУ-ТВ, буквально несколько минут осталось до того момента, как вы узнаете самую счастливую новость в этом году точно, а может быть у кого-то и всей жизни новость. Скажите, вы волнуетесь? Ладно. Конечно. Ну, прям сильно? Вы спокойно выглядите. Это профессионально. Да? Хорошо. Ну, интрига, конечно, зависла в воздухе, и уже не терпится узнать. И еще, кстати, премия пройдет 22 мая, и мне прям подарок на день рождения. На день рождения? На день рождения? На день рождения? Класс! Вот это прям спасибо большое. Но ты уже здесь, ты финалист. Но мы не знали. Какой-то артист точно выйдет в твоем костюме, поэтому подарок тебе обеспечен. Ох, вы не представляете, как девчонки здесь сидели, молчали и очень сильно переживали. Я тоже знаю имена артистов, кто будет, а вот девчонки не знают. Эля тоже знает, мы спокойно с ней сидим, а девчонки боятся, нервничают и переживают. Все, хватит вас мучить, девочки, давайте раскрывать карты. Вы все здесь. Еще одна финалистка-победительница не смогла присутствовать. То есть мы покажем четыре эскизов. Давай с нее начнем. И четыре еще интригу поделим. Давай, давай начнем с Александра Халатова. Ее как раз нет сегодня. Давай, Сашенька, надеюсь, ты нас смотришь. Итак, Саша Халатова и ее эскиз выбрала Тося Чайкина. Класс! Сердце, бах, медистрелы. Шикарно. Видно, видно, видно. Так, девчонки, ну давайте. Давайте начнем с Анны. Ну давайте. Абрамовы, давайте. Я всегда на первую группу. Прокомментирую. Ой, ну мне кажется, будет очень органично. Да? Я думаю, что это будет прекрасно. Да, на этом артисте смотреться прям топчик. Ну давайте. Я знаю, что Аня очень волнуется, переживает. И она у нас получается самый молодой дизайнер здесь. Как раз конкурс был о молодых дизайнерах. Как ты будешь шить этот костюм, я не знаю. Месяца тебе должно хватить. Если что, заберите. Если что, мы все придем, будем шнуровать. Ну рассказывай мне, Вера. Наши именно такая фигура с ее блондинистыми волосами. Очень красиво. Мы, кстати, ее даже не предполагали, по-моему, в этом наряде. Да, но по-моему нет. Не помню сейчас уже. Хорошо. Давай дальше пойдем. Давай начнем. Теперь Женя Арон. Давай Женя. Давай. Он так спокойно сидит. Так, 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 так. Итак. В наряде. В наряде Евгения Арон будет Юлиана Караулова. Юлиана Караулова наденет это платье на русском музыкальном премии телеканала РУ-ТВ 22 мая во дворце Ирины Винер. Женя, у тебя есть уже планы, как ты это будешь шить? Сколько времени это займет? Да, но так как у меня есть ателье, я, в принципе, процесс понимаю, я уже все распланировала, уже заранее даже придумала все. Единственное, надо будет, конечно же, утвердить материалы. Примерки. Да. Мы тебя поздравляем, Жень. Большая молодец. Очень, очень хорошо. И теперь переходим к Лане Пушкиной. Лан, ты готова? Да. Переживаешь? Она уже нет. Она уже нет. Мы уже знаем, да. Итак, образ, который создала и придумала, придумала и еще не создала, но все впереди. Выбрала Мари. Краймбери! Убрала. Ладно, мы тебя поздравляем. Наряд роскошный. Со стразами, с плечами, с капюшоном. Действительно в стиле Мари, в том числе. Ты предполагала, Ирина. Я помню, ты говорила, что этот образ может быть. Я очень рада, я очень рада. Девочки, мы вас поздравляем. Делитесь эмоциями. Давайте по очереди. Кого называла? Анна, давай начнем с тебя. Ну, невероятно, что все внутри. А ты понимаешь, что ты с артистом будешь работать? У тебя будут примерки. Ну, я примерно представляю, да, как это все обстоит. От этого, конечно, немножечко волнительно, но очень хочется реализовать и уже посмотреть, как это будет в реале. Жень, а у тебя какие эмоции? Ой, я очень рада. На самом деле, то, о чем думаешь, оно приходит, это вообще супер приятно. Очень жду, люблю вообще эти моменты, когда ты готовишь. И не только артисты, я уже работала с артистами, просто не все мои попадают. Очень-очень хочется уже начать процесс. Надеюсь, что так же будет предвкушение, как я сейчас в предвкушении, так же будет круто работать с артистами. А ты знаешь, возможно, у вас будет дружба с Юлианой Крауловой, ведь сегодня ты узнала, что она пойдет в твоем наряде по нашей ковровой дорожке. А у Юлианы сегодня день рождения. Обязательно ее поздравлю, мы с ней знакомы, работали очень много лет назад. Я думаю, она удивится, обрадует. Класс, мы тоже Юлиану поздравляем от всего телеканала РУ-ТВ, очень любим. Ладно, ну и теперь вопрос к тебе. Ты ждала? Да. Мне очень хотелось поработать с Марией, мне она очень нравится, прям вот я даже ее слушаю, у меня есть в плейлисте все ее песни. Я ее большая поклонница, поэтому мне очень приятно. А ты готова к каким-то сложным моментам, Мари? Большой артист, это бывает непросто, тем более сейчас. С временем таким. Да. Я просто два года ее тоже работала, немножко с ней стилизовала и в общем-то... Это сложно работать с артистами. Ты готова? Ну да, я работаю в принципе, делаю костюмы для шоу-программ, поэтому у меня есть опыт работы с артистами, с людьми. Может, у меня такого величины, но все люди достаточно сложные бывают, и поэтому надо находить компромиссы какие-то, всегда прислушиваться к человеку, потому что он же себя знает лучше, чем ты его, и лучше понимает, чувствует, в чем ему комфортно, в чем ему удобно, в чем он себя будет лучше ощущать на сцене. Главное, чтобы он себя уверенно и хорошо чувствовал в этом костюме. Ай, девчонки, так стало легко, на душе и хорошо. У вас у всех большие, безумно известные артисты, у вас классные костюмы, я вам желаю удачи в их реализации и, конечно же, вам так повезло. Статус в сети. На РУ-ТВ. 22 мая, уже через 29 дней, во дворце Ирины Винер состоится наша русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ, и в этом году она будет особенной, она будет в белом цвете. Total White, когда гости, артисты, декорации, все будет в белом цвете, даже мы. А еще самовары, которые будут вручаться артистам, победителям в номинациях, также будут в белом цвете. Мы уже знаем всех номинантов, вы уже можете заходить и голосовать на наш сайт www.ru.tv. Там же можно приобрести билеты без наценки и выбрать себе лучшие места на это важное, знаковое и очень яркое событие, пока они еще есть. Мы ведущими уже потихонечку выбираем наряды, а вот некоторые артисты уже сделали свой выбор и выбрали тех дизайнеров, с которыми они будут работать и эскизы которых они примерят на себе вживую. Девчонки, давайте поговорим про наших зрителей. Вот я, как человек, который редко носит белое, потому что может запачкаться, понимаю, что это может быть белое платье, а может быть белая джинсовка. Какую фактуру вы посоветуете нашим зрителям? Девчонки, Жень, давай ты. Непосредственно для премии? Да, для премии. Ну вот они купили билет, собираются на премию. Какой твой совет? Мы же говорим о красной дорожке, а если просто как зритель, я думаю, что в принципе и коктейль тоже будет неплохо. Но с белым на самом деле очень круто работать, потому что с ним можно разные фактуры сочетать. Ну какие? Например, джинса? Ну джинса немножко плюс-минус спорт, тут зависит от кроя, да? То есть все равно она задает такой тон спорта. Я думаю, что сейчас очень круто всякие корсеты, даже с той же самой джинсой, пусть будет джинсы, но верх какой-то более классический. И лодочки. Да, и лодочки. Это будет прям замечательно. Ладно, а тебя образ для нашего зрителя? Мне кажется, что зрителям должно быть удобно. Они же приходят, ну пускать эмоции, танцевать, попеть. Да, то есть они же не идут по красной дорожке. Мне кажется, что лучше что-то более спортивное, что-то комфортное, чтобы люди могли расслабиться и получать удовольствие все это время, что они находятся в зале. Смотреть все это. А тебе не кажется, что это повод и возможность как-то нарядиться, попробовать на себе что-то новое? Потому что в спорте-то мы каждый день ходим, а здесь идешь на концерт, на премию, хочется как-то себя почувствовать, почувствовать себя королевой. Нарядный спорт, а как же танцы? Аня, вот ты как считаешь? Может быть, платье какое-нибудь? Платье однозначно, что касается фактур, я бы предложила либо кожу, белая кожа очень красиво выглядит, либо это кружево, как было предложено на моих эскизах, и из него, будь то рубашка или будь то юбка, вообще идеально впишется. Класс. Эль, ну у меня теперь к тебе вопрос. На днях стали известны имена не только номинантов, но и ведущих церемонии. Наш мюзикл будут вести Ваня Чуйков, мой коллега, и Агата Муценица. Как бы ты их стилизовала? Есть ли какие-то модные правила для парных образов, тем более для ведущих? Ну, я вообще, честно говоря, люблю креативить, и правила, конечно, не часто существуют, но можно от правил немножко отходить, все-таки. Если красиво, да? Да, мы креативный канал. Если все красиво, гармонично, соблюдены пропорции, фактуры, какие-то вот стилистические истории, то, в принципе, самое главное, чтобы им было тоже комфортно, потому что они будут вести премию не полчаса, а неделю. 4-5 часов, соответственно, конечно, им нужно, чтобы было комфортно, но обязательно под РСКОДу у них должно быть какой-то вайп один, знаешь, чтобы вот это вот как-то сочеталось. Не так, что один пришел, допустим, без кожи. Но они хорошо считают цель. Нет, я понимаю, что по своему внутреннему состоянию и настроению, да, но я имею в виду, что внешнее, потому что надо же еще внешне отобразить то, что у тебя внутри. Внешне этот вайп должен тоже поддерживаться. Если один придет полностью в коже, а другой придет, не знаю, в летящем шифоновом платье, я думаю, что это будет такой некий диссонанс. Все-таки им нужно сочетаться в стилистическом направлении, который выберут. Девчонки, наше время прямого эфира подходит к концу. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие. Эль, спасибо тебе за то, что ты отобрала. Меня зовут Наталья Артемьевна. Это главный стилист телеканала РУ-ТВ. Эльмира Янковская и Женя, Аня, Лана и Александра. Русские дизайнеры, благодаря которым наши звезды будут великолепны на нашей русской музыкальной премии. Телеканал РУ-ТВ 22 мая. Увидимся и всем пока. Пока.